МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время, в своей сумме, скажем, в Санкт-Поле, в Санкт-Поле, в Санкт-Поле. В Санкт-Поле, в Санкт-Поле. Российской Федерации Олег Сагалай и представители отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Вот такой примерно запах и поддерживается. Мы поставили конвекторы электрические, вагон подключён к системе канализации и водоснабжения. Сюда каждый вечер привозят бездомных, чтобы они могли почти в домашних условиях отдохнуть до утра. Проект «Начлеж-Х» – один из реализованных общественной организаций «Милосердие». А центр для мужчин «Надежда», где можно жить продолжительное время, а в этом году стал принимать и женщин. Всего 45 мест. Трапезная, кухня, где готовят, комната сотрудников. Я здесь работаю с лета, как только начался проект «Не одна», так как здесь возникла необходимость в постоянном пребывании семей, в том числе и с детьми различного возраста. Поэтому, в общем-то, я здесь и нахожусь для того, чтобы оказывать какую-то посильную помощь, какие-то профилактические осмотры, какие-то, может быть, даже советы, как женщина, как доктор, как мать. Общественная организация «Милосердие» предложила создать санпропускник, состоящий из камеры дезинфекции и промывочной, при центре «Надежда». Вот это полуразрушенное здание и должно превратиться в медицинский пункт. Когда мы зашли в это большое здание, оно было такое же. То есть вот такие же были стены, такие же были трещины, такие же были полы. Но сейчас мы там, слава богу, с божьей помощью отремонтировались. Идея таких здравпунктов пришла из Москвы. Сюда человек должен поступать с улицы и проходить первичную санобработку. Хабаровский край выбран одним из трёх пилотных регионов, где и заработает проект. В наших силах всё это реализовать, только нужно желание. Дело это востребовано. Я думаю, что это будет в своём роде пилотный проект. И он будет образцом и примером для других, многих регионов, как на Дальнем Востоке, так и в целом в России. Но надо выработать какую-то определённую дорожную карту. Видно, что здесь работа идёт, и это, в общем-то, дорогого стоит, конечно. Здесь нужно всячески помогать. Александр Валентинович относится... Мы ехали в дороге, очень много рассказывал про совместную работу. Относятся к этому очень неформально. Поэтому и мы, со своей стороны, будем всяческую поддержку оказывать. На рабочем совещании комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации и Русской Православной Церкви и была выработана дорожная карта нового проекта общественной организации «Милосердие». Я убеждён, что если мы будем полагаться на их богатый опыт, знания, то при поддержке Министерства социальной защиты, при поддержке Министерства здравоохранения, в целом правительства Хабаровского края, безусловно, при участии Хабаровской епархии, совместными усилиями нам удастся этот важный проект реализовать. Я хотел бы пожелать всем помощи Божьей, мудрости, терпения, сил для того, чтобы нам удалось реализовать это важное, благое начинание. Новый храм святителя Николая Чудотворца появится в дальневосточной столице. Он будет возведён в южном микрорайоне города. На начало его строительства состоялся молебен. Богослужения совершили благочинный Хабаровского благочения протерей Георгий Севков и настоятель прихода святителя Николая Ирей Андрей Долгополов. Святой Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых в православном мире. Он прославился как великий угодник Божий. Ему молятся верующие не только православной, но и католической и других церквей. На протяжении не одного года жители Южного ожидали появления храма в их густонаселённом районе. Они радостно молились на освящение места, где, наконец-то, воздвигнут долгожданный Дом Божий. Морской буксир, который начнут строить на судостроительном заводе Хабаровска, будет заниматься транспортировкой кораблей и работать в порту уже через два года. Традиционно закладку корабля проводят в торжественной обстановке. Сегодняшняя церемония долгожданная. И то, что мы пригласили отца Андрея, представителя нашей православной церкви, накладывает на нас дополнительные обязательства моральные. Это вдохновляет. Хочу передать всем вам благословение, его высокопреосвященствам, митрополита Хабаровского и Преамурского Владимира. Ранее постройка корабля всегда начиналась с закладки киля. Сейчас выбирают секцию в том районе корпуса судна, где требуется наибольший объем монтажных работ. Благословение Господне пребывает на всех тех, кто хочет трудиться в этом месте достойно, честно, действительно горя желанием и идеей послужить своей родной земле. В специальную нишу закладной секции судна вкладывается закладная доска, металлическая пластина с надписью. В ней содержится информация о времени и месте закладки судна и строителях. Господь, иди сюда нам, благослови гряды, бойся Господни. В древности на Руси православные каждый шаг жизни освящали молитвой. По праздникам и воскресеньям вся семья была на церковной службе. Свадьбы, рождение детей, похороны – все сопровождалось молитвой в храме. Перед началом сельскохозяйственных работ, путешествием, закладкой корабля заказывали в церкви молебны. С Божьим благословением спорилась любая работа. Желаю Божьей помощи всем вам в ваших трудах. Христос Воскресе! В Хабаровской краевой филармонии состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Краевого фестиваля духовной культуры Святой России Край. Открыл ее митрополит Хабаровский Приамурский Владимир. Само название этого фестиваля свидетельствует о том, что мы живем, хотя и на Дальнем Востоке, хотя и на окраине нашей Родины, но на Святой Земле. На той земле, где существуют храмы и монастыри, где несут свое служение архиереи и священнослужители, где спасаются и молятся за весь мир монашествующие, где трудятся талантливые миряне. Награды были вручены в шести номинациях. История православия на Дальнем Востоке, образование, изобразительное искусство, инициатива в области духовной культуры, музыкальное искусство, народное творчество. Лауреатрами стали восемь человек. Это благодарность и поддержка тем, кто трудится совместно с всей партией. По разным правлениям это и социальная работа, и культура, и образование. Это и музыканты Анна Хрустова и Григорий Зусимов, художник Алексей Авдеев, сотрудники Градыковского музея Анна Белых и Наталья Рубан, актер Тюза Виталий Федоров, руководитель фолк-проекта Татьяна Иконник и заслуженный учитель России Валерий Лысунец. Эти люди заслуживают поощрения и благодарности о них, об их проектах и добрых делах, которые они осуществляют вместе с Хабаровской епархией, должны знать все. Сегодняшнее событие, оно важно для каждого жителя города Хабаровска, Хабаровского края, Дальневосточника. И каждый из присутствующих настолько мне близок, потому что он близок по духу, не только потому, что он дальневосточный, не только потому, что у нас одна вера. Она мечтала быть актрисой, но влюбилась в народную песню. Она создала ансамбль и набрала в него красивых девушек. Чем руководитель фолк-фьюжн-проекта «Красные бусы» Татьяна Иконник смогла покорить молодежь? Мне все задают вопрос, ты где таких находишь? Я не знаю, вот они как-то сами приходят. Аудитория Педагогического института Тихоокеанского государственного университета. Здесь проходит репетиция ансамбля. Участники среднего состава «Красных бус» студентки. Пришла первый раз, очень сильно испугалась, потому что девчонки красивые, все поющие голоса, вот такие просто невероятные песни. И я думала, господи, что я здесь делаю? В итоге мне понравилось. Долгое время наблюдала за этим коллективом по интернету, за их концертами, выступлением. Мне очень нравился этот коллектив. Я безумно хотела сюда попасть, безумно хотела петь народную песню. Она вот живет непосредственно через века. Она какая-то настоящая, какая-то искренняя. В ней вот прям как будто бы какая-то даже история и судьба, наверное, может быть нашей страны. Есть исторические песни, былины, где рассказывается о крещении Руси, о походах к князьях. «Красные бусы» выступают не только на студенческих конкурсах, спортивных матчах, городских событиях. Несколько лет назад они начали дружить с представителями Русской Православной Церкви. И детские и средние составы принимают участие в торжествах, которые устраивает отдел культуры Хабаровской епархии. Поют на концертах, посвященных Дню славянской письменности, Пасхе, Рождеству. И детские и взрослые составы можно услышать почти на всех престольных праздниках. За свои труды артисты денег не берут. У меня есть очень хорошая подруга моя, и она, так сказать, директор нашего ансамбля. Я художественный руководитель, она директор Глевицкая Лада Николаевна. И она человек воцерковленный. И вот она меня постепенно как бы привела в храм. И я там подружилась со всеми батюшками, со всеми. Мне все это очень безумно нравится. И как-то так получилось, что мы раз пели у них на концерте, два. И нам все так нравится. И дети сказали, Татьяна Юрьевна, наш любимый праздник стал Пасха. И петь мы так любим петь. Вот на этой маленькой деревянной сцене, которая вот на Тургенева храм, Иннокентий Иркутская. Да, я его очень люблю, этот храм. И дети говорят, Татьяна Юрьевна, это самое наше любимое выступление. Мы ждем эту Пасху. И я просто, не знаю, благодарна Богу, что я нашла таких людей, встретила Татьяну Юрьевну, потому что это такая и душевная подпитка. И ты развиваешься. Молодые девушки с удовольствием надевают русские народные платья, поют русские песни. Исполняя чистый фольклор, однако, не боятся экспериментировать. Ведь традиционную культуру можно доносить до людей с помощью современных способов. Так, недавно, на творческом вечере православной молодежи, они представили композицию, созданную вместе с артистом битбокса. Есть у Татьяны иконик и мечта – создать в Хабаровске этношколу для детей, где кроме общеобразовательных и музыкальных преподавались бы предметы, посвященные семейным ценностям и основам православной культуры. Прихожане хабаровских храмов собрались в актовом зале духовной семинарии, чтобы послушать православного психолога из Москвы. Все мы сейчас находимся в такой непростой жизненной ситуации. И нам, конечно, послушать профессионального, опытного психолога очень даже полезно. Жизнь сложная сейчас такая. Может быть, Бог все поможет. Вот такие у меня намерения узнать, что может быть, что в чем-нибудь будет лучше. Я уж старик 80 лет, меня понимаете. Я часто захожу на православные сайты, читаю разную литературу, которую в храме покупаю у нас. И ни один, ни единожды видела там рекомендации батюшек наших православных в сложных ситуациях обращаться в центр кризисной психологии, который возглавляет Хасминский в городе Москве. Михаил Хасминский не только руководит центром кризисной психологии при патриаршем подворье храма Воскресения в Москве, но часто приезжает в Хабаровск. Я здесь был первый раз на конференции по демографическому развитию, являясь членом экспертом Минварства к развитию. На этот раз Михаил Хасминский провел семинары для педагогов и сотрудников СИН. По благословению владыки Владимира была организована эта встреча. Кризис современной жизни, падение нравственности, отчужденность друг от друга, разобщенность в обществе. То есть очень много у нас сейчас таких моментов. Вот где искать способы, куда пойти, к кому обратиться, с кем пообщаться. Не надо вокруг чего-то исправлять, надо внутри себя исправлять. Спаси себя и вокруг тебя спасутся тысяча. Слова и подобные Серафима Носоровского. Кризис, который переживает каждый человек, индивидуален. Специалист должен знать все детали, только тогда он сможет дать действенные советы. Рекомендации вот так вот на камеру за две минуты, таких рекомендаций не бывает. То есть это серьезная вещь вообще, кризис. Это серьезное состояние, и рекомендации за полторы минуты, это, конечно, не работает. То есть можно немножко затронуть тему, сказать о ресурсах, которые может люди использовать. Ну, вот такие вот вещи. Но все же есть и что-то общее. Например, когда человек испытывает чувство вины перед умершим близким. И сейчас себя вините за то, что вы не знали будущее. Вы откуда это могли знать? Нельзя себя осуждать за то, что ты делал ненамеренно. Зависимо от того, как ты относишься к своим родителям, к папе, к маме. Вот так, пятая заповедь, да, наша вот. Как психолог, вы можете им прокомментировать? А что тут, понимать, если ты не уважаешь, собственно, родителей, так тебя потом никто не будет уважать, очевидно. Если нет вот этой заповеди, если ребенка не научит. Ответы на многие непрозвучавшие вопросы можно будет найти в книгах Михаила Хасминского. Он автор более десятка трудов, не считая ряда публикаций по кризисной психологии. Продолжение следует... Продолжение следует...